Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Сергей Викторович Крылов, начальник отдела контроля за экономической концентрацией и торговой деятельностью Управления Федеральной Антимонопольной Службы Московской области. Здравствуйте, Сергей Викторович! Здравствуйте! Хотелось бы сегодня поговорить о работе вашего отдела. Вот какая нагрузка лежит на ваших специалистах? Чем вы занимаетесь? Что контролируете? Вы знаете, работа действительно разноплановая. Она, наверное, в том числе этим привлекает. И основная доля, конечно, все-таки это контроль за торговой деятельностью на территории Московской области. Что это такое? Ну, это прежде всего контроль за соблюдением хозяйствующими субъектами, которые оказывают услуги на рынке реализации продовольственных товаров. Ну, то есть это прежде всего торговые сети. И непосредственно это хозяйствующие субъекты, которые поставляют товары в торговые сети. Это все регламентировано 381-м федеральным законом, так называемый закон о торговле. Там прописаны конкретные нормы, так называемые правила и запреты, которые нарушать ни тем, ни другим нельзя. Но, тем не менее, я так понимаю, что нарушения есть, и их немало. С чем чаще всего вы сталкиваетесь в своей работе? Что чаще всего нарушают? Какие статьи закона? Недобросовестные торговые сети. Вы знаете, это, конечно, в большей степени характеризуется жалобами. К сожалению, жалоб не так много. Но, что касается нарушений, здесь бы, наверное, хотелось бы сказать в большей степени о далих торговых сетей. Это вопрос очень важный. Он, в принципе, связан с развитием конкуренции. Ну, что это подразумевает под собой? Это имеется в виду то, что установлен законом о торговле запрет на преобладание на рынке торговых сетей. То есть, их развитие ограничено 25% доли рынка. Ну, так скажем, то есть, не должно быть монополии? Ну, грубо говоря, так, да. То есть, 25% от объема реализованных всех продуктов за год не должны торговые сети превышать на территории определенного муниципального образования. Соответственно, за этим в том числе следит наше подразделение. И здесь тоже очень много работы уже сделано, в принципе. Мы начали такую активную работу в этом направлении еще в далекие 14-15 года. Тогда были поданы иски. То есть, когда мы обнаружили, что было превышение процентов 25, соответственно, мы подавали иски в суд. То есть, мы обращались в суд для того, чтобы можно было закрыть магазин. Сказать, наверное, по-простому. А есть какие-то конкретные примеры? Вот нарушения в этом плане? Конечно. Там были закрыты, если не ошибаюсь, несколько магазинов такой торговой сети, как Ашан и Дикси. Торговая сеть тоже. Несколько магазинов пришлось закрыть. Мы продолжаем эту работу. Она ежегодна фактически. То есть, мы осуществляем мониторинг этих торговых сетей, мониторинг их доли на рынке. То есть, каждый год мы проводим определенную работу. Что это такое? То есть, мы запрашиваем информацию непосредственно у самих торговых сетей. Мы уточняем, сколько они реализовали продуктов питания за прошедший период. Также мы сравниваем эту информацию непосредственно с данными, которые мы получаем от Росстата. Там как раз информация более обобщенная за весь регион. И, соответственно, в том случае, если было превышение, мы смотрим, что было в предыдущем периоде. И если там тоже было превышение, они не могли открывать магазин. И если магазин открылся, тогда мы принимаем меры для того, чтобы его закрыть. Ну, сразу ли это закрытие магазина или сначала есть какое-то время на устранение? Или все-таки здесь уже предъявлены самцы? Всегда подается иск в суд. Но здесь, если посмотреть поглубже в этой ситуации, посмотреть более подробно, у нас тоже в этом плане есть достаточно хороший опыт. Мы и в прошлом году, в самом конце, и в начале этого года мы занимались этим вопросом. Мы также подавали иски. Но порой, как можно сказать, это не всегда достаточно быстро, можно сказать, получить результат. Почему? Потому что, вот, к примеру, последняя наша практика говорит о том, что фактически в рамках судебной заседания было установлено, что, оказывается, договоры у торговой сети были заключены еще ранее этого периода. То есть, до того периода, когда они не могли их заключать, они были заключены ранее, то есть, когда не было еще у них превышения 25% доли. Поэтому, то есть, здесь вопрос такой то, что можно, конечно, подать иск, поторопиться, и в итоге ничего не добиться. Можно эту работу провести заблаговременно, то есть, это направляя различные уроды запросы, и уточняя уже всю эту информацию более подробно. И в этой работе мы тоже очень хороших результатов добились. Мы фактически сформировали новую практику, которая сейчас применяется на всей территории Российской Федерации. Что это за практика? Дело в том, что проблема вся в том, что как подсчитывать эти проценты, какой период брать. фактически столкнулись с тем, что органы статистики размещают информацию по объемам торговли за предыдущий год не в начале года следующего, а только не в конце, а в мае. То есть, фактически бизнес, получается, не может открывать магазины целые 4 месяца, пока органы статистики не опубликуют эти данные, не скажут, какие были объемы, чтобы можно было рассчитать и посмотреть, есть превышение 25% или нет. Можно или нет открывать, можно ли дальше расширять эту сеть? Да, да. И здесь уже, вот как раз мы подали иск в суд, эту ситуацию фактически подняли наверх, мы выиграли две инстанции, и вот это дело попало на рассмотрение высшего суда, и, надо сказать, что не все дела туда попадают, безусловно. И здесь вот как раз такое интересное решение принял суд, позволив фактически до момента расчета, который публикуется органами Росстата в мае, пользоваться данными позапрошлого года. Фактически здесь изменение законодательства произошло, и вот эта практика, она транслировалась, в принципе, на всю территорию Российской Федерации, и здесь нужно отметить, что суд занял как раз на сторону предпринимателей, он не заморозил их развитие, возможно, которое может быть, а фактически сказал, да, вы развиваетесь, вы открываете новый магазин, но вот будете смотреть на предыдущие года, какие у вас объемы были там. Эта практика, она в том числе легла в основу и разъяснений, которые подготовила Федеральная темнопольная служба, и которые должны применяться всеми территориями направлениями. Сергей Викторович, ну я правильно понимаю, что помимо ежегодного мониторинга торговых сетей, в том числе к вам поступают и жалобы, то есть о том, что доля рынка торговой сети превышена, могут сказать и, в общем-то, другие предприниматели, да, усмотреть, и, возможно, жители к вам обратиться с жалобой или с соответственным сообщением. Есть такие примеры? Безусловно, такие обращения тоже у нас есть, мы их отрабатываем, мы сразу же как раз здесь нам и нужны те данные, те цифры, которые мы получаем в рамках ежегодного мониторинга. Здесь, конечно, хотелось бы тоже отметить отдельно, вот в том числе и разъяснить гражданам и предпринимателям. Очень часто просто к нам поступают обращения, в которых указано, что вот, допустим, на одной улице есть там представлено несколько магазинов, они, может быть, находятся рядом, там одной торговой сети представлены. Очень часто граждане заблуждаются, думают, что это нарушение. На самом деле это не так. Здесь несколько другая технология, да, мы все-таки должны это рассматривать в рамках муниципального образования. То есть это уже решение хозяйствующего субъекта, где он откроет и сколько магазинов. Самое главное, чтобы не превышало эту долю. Если говорить о нестационарных торговых объектах, здесь тоже произошли изменения? Какие? Изменения, на наш взгляд, очень кардинально здесь произошли. Если немножко история. Изначально эти места под размещение нестационарных торговых объектов, ну, мы знаем, это палатки, это павильоны, по-разному это можно называть. Ну, уже сейчас палаток практически не осталось. Сейчас, к счастью, да, единый облик, единый стиль, и действительно города преображаются, и приятно смотреть. Действительно, это так. Так вот, что касается истории, раньше достаточно было написать заявление в органы власти, непосредственно в администрацию, для того, чтобы получить место для размещения этого объекта. Но страна развивается, в целом, Московская область, естественно, тоже не стоит на месте. В итоге, судя по всему, потому что было много обращений, заявлений, в том числе на одно место, конечно же, приняли решение проводить процедуру торгов. Вот изначально эта процедура была не очень конкурентно способна, на наш взгляд, потому что был выбран способ такой, как проведение конкурсов. Если говорить про конкурс, и в частности те, которые проводились на территории Московской области, мы обратили на это внимание, потому что очень часто к нам стали поступать жалобы предпринимателей, когда они говорили о том, что фактически сложно участвовать в этих процедурах, потому что некоторые требования, которые выставлялись к ним, то есть так называемые критерии отбора, они были не совсем, во-первых, понятны, и даже в какой-то степени не ограничивали новых участников. Ну, к примеру, я всегда привожу этот пример, он достаточно доступен для всех, наличие торгового оборудования. Вот как оценивать можно, есть оно или нет, если мы говорим про нового предпринимателя, то есть про человека, который только решил, это может быть индивидуальный предприниматель, в том числе, или организация, которая решила выйти на рынок. Соответственно, гарантии никто не дает, что она выиграет в этом конкурсе. Но при этом смысла приобретать оборудование, это уже нет, тратить средства. Да, совершенно нет. Тратить средства, и потом нужно его куда-то девать, и так далее, и тому подобное. То есть это лишнее движение, которое, в принципе, ограничивало людей, и они таким образом принимали решение не участвовать в этих процедурах. И, соответственно, мы это отметили, у нас было очень много решений, очень много судебной практики по этому поводу. И в итоге стало понятно, что нужно кардинально менять эту систему, и мы совместно с правительством Московской области провели очень много работы, очень много совещаний и так далее, и тому подобное. И в итоге перевели конкурсовый аукцион. Аукцион – все-таки более конкурентный вид предоставления права. И в данном случае все-таки ситуация, конечно, изменилась. Но, тем не менее, опять-таки мы опираемся на ту практику, которая у нас есть, на те жалобы, которые тоже, опять-таки, все равно приходили. То есть это так называемая обратная связь, которой она, в принципе, необходима. И в итоге пришлось продолжить эту работу, то есть не останавливаться просто на аукционах. И Московской области удалось перейти на аукционы в электронной форме. Это самый конкурентный способ, который сейчас есть, в принципе, в нашей стране – предоставление права. И все-таки, если говорить про аукцион обычный, малоточный, которые были, там были в том числе проблемы такие, связанные как с организацией принципа проведения этого мероприятия. Потому что там кто-то мог одновременно карточки поднять и так далее, и тому подобное. То есть там вот были проблемы. В том числе и проблемы все-таки с информацией. Насколько доступна эта информация была лицам, потенциальным участникам. То есть это, как правило, проводит администрация. Она размещала эту информацию у себя на сайте, у себя в газете. И здесь самые главные слова – это у себя. Если говорить про электронные аукционы, все-таки здесь удалось выйти на уровень и субъекта Российской Федерации. В принципе, другие предприниматели из других регионов могут в том числе участвовать. Потому что эта информация размещается на ресурсах, в том числе областных, где размещаются все торги. И помимо этого еще, опять-таки, это происходит через электронные площадки, в которые необходимо зарегистрироваться. То есть это намного удобнее стало. И действительно люди больше стали понимать, что это все-таки более прозрачный вариант торгов. И они стали обладать информацией не шерстя, скажем так, все сайты администраций. В одном месте они могут узнать эту информацию. Каков вообще порядок предоставления права на размещение нестационарного торгового объекта? Ну, изначально, если говорить про то, как это организовано, мы возвращаемся опять к закону о торговле, статье 10, в которой говорится, что каждое муниципальное образование должно сформировать схему размещения нестационарных торговых объектов. Соответственно, она формируется по тем основам, которые уже были. То есть когда-то все равно эти объекты стояли, даже до этого закона в том числе. Соответственно, по обращениям в том числе она может формироваться. Когда в администрацию также обращаются люди, говорят о том, что мы хотели бы там разместить свой объект, это рассматривается определенным образом. И если положительное решение принимается по этому вопросу, в таком случае тогда проводится как раз процедура торгов. И, соответственно, победитель в данном случае получает возможность разместить свой объект. Какие чаще всего вы выявляете ошибки на торгах? Они, к сожалению, тоже есть. Опять-таки, сразу скажу, что их количество, безусловно, снизилось. И сейчас мы фиксируем нарушения. Это в основном связано с размещением информации о торгах, срок которой меньше 30 дней составляет. Мы знаем, что в Гражданском кодексе указано четко, что необходимо это делать за 30 дней до торгов. Размещать информацию. Одновременно мы с вами понимаем, что это необходимо для того, чтобы все-таки максимальное количество людей узнало об этом. И приняли участие в торгах. И все-таки у нас торги идут за повышение, как бы за право размещения объекта, оплата за которую служит арендоплата, соответственно, которая, в принципе, повышается при каждом нажатии на кнопку. Ну, то есть, получается, чаще всего нарушают муниципальное образование, но вот в этом, в этой части, да. Организаторы торгов, безусловно, это муниципальное образование, это администрации, которые вот такой срок устанавливают. Здесь тоже есть судебная практика положительная, на которую в том числе мы опираемся в своих решениях. Но вот, к сожалению, бывает такое. Плюс, к всем прочему, бывают такие моменты, что незаконно отклоняют участников торгов. Хотя, наоборот, мы говорим о том, что надо, без того, чтобы это было в рамках закона, надо необходимое количество допускать людей, для того, чтобы все-таки постоялись торги, и люди сидят торговались. И в итоге муниципалитет пополнил свой бюджет. Но, к сожалению, всегда так бывает. И вот мы такие ситуации пресекаем, естественно, выдаем предписание, которое обязательно для исполнения. И там уже с различными вариантами, либо переиграть торги, либо отказаться от этой процедуры. Различные варианты бывают. Мы уже поговорили про торговые сети, поговорили про несанкционированные торговые объекты. Какие еще формы под вашим контролем? У нас очень большая работа ведется, в том числе, что касается аэропортов. Тема такая непростая, конечно, безусловно, но вот мы как начали в 2017 году заниматься этим вопросом активно, и так и продолжаем. Получается, это уже рассматривается аэропорт как торговый объект. Это имеется в виду то, что находится внутри. То есть можно что-то продать, что-то купить. Скажу сразу, здесь, конечно, все-таки надо это рассматривать не через призму, как это все-таки торговый объект какой-то, а это все-таки, наверное, в большей степени аэропорт. То есть то место, которое люди используют для того, чтобы перемещаться. В целях, чтобы сделать его максимально комфортным для людей, конечно же, владельцы аэропортов идут на то, чтобы там появились и кафе, и рестораны, и магазины, и аптеки, и так далее. Но чтобы человек, даже если он что-то забыл, или ему что-то срочно понадобилось, он всегда мог это приобрести. Да, он мог это приобрести, но, к сожалению, ценовая политика, учитывая, что это какой-то такой, скажем, ограниченный рынок, она там достаточно такая, ну, скажем, высокая. Не самая доступная. Да, 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 мягко говоря. Опять-таки мы сравнивали эту, естественно, ценовую политику с Москвой, с Московской областью. Что касается той работы, которую мы сделали в 2017 году, мы проанализировали рынок, то есть мы разделили зону аэропорта на, скажем так, стерильную зону и на нестерильную зону. И непосредственно уже, исходя из этого, анализировали, что же ситуация там происходит. То есть мы посмотрели, какие там хозяйствующие субъекты осуществляют свою деятельность, какую деятельность они осуществляют и так далее и тому подобное. И вот мы говорим про питание с вами, и мы как раз начали сравнивать цены по питанию именно у тех хозяйствующих субъектов, которые там занимают доминирующие положения. То есть не просто все, а вот именно те, которые занимают существенное положение на рынке, которые могут оказать на него влияние, установив там большие цены. Там, грубо говоря, все другие компании могут тоже там за ним потянуться и установить такие же. Соответственно, вот это вот есть некое ограничение, скажем так, антимонопольного законодательства в этом плане. И проанализировав ситуацию, мы сравнили цены, мы выяснили, что они, естественно, больше на территории аэропорта. И мы начали дальше более подробно смотреть, в чем там было дело, в рамках уже этого дела, которое мы возбудили, так называемое антимонопольное расследование. И вот некоторым компаниям, которые, опять-таки, еще раз говорю, занимали доминирующие положения, мы выдали предписание о снижении цены. Вот они в итоге предписание выполнили, но дело в том, что снизить цены до состояния, скажем так, московских, фактически, наверное, невозможно, потому что, опять-таки, в рамках этих дел мы установили то, что, скажем так, это не просто какой-то объект. Это объект, все-таки, доступ на который достаточно ограничен, там и транспортные расходы выше, там и уровень персонала должен быть несколько другой, все-таки, со знанием языка в том числе. Все это вкупе, естественно, дает... Ну, получается, другие совсем расходы для бизнеса, в первую очередь. Совершенно верно, да. И вы это тоже все учитываете? Конечно, безусловно. Арендная плата, она тоже, там, не самая маленькая, опять-таки, наверное, все-таки это из-за граничности, там, пространства и так далее, и тому подобное. Вот, поэтому эту работу мы продолжаем, сейчас мы, учитывая, что у нас заканчивается 19-й год, мы сейчас уже начали работу по анализу ситуации, которая была в 19-м году, потому что, ну, на самом деле, рынок достаточно динамичный, там хозсубъекты часто очень меняются, и какие-то, кстати говоря, даже зоны, они действительно конкурентны. Почему? Потому что там нет хозяйственных субъектов, которые занимают вот это доминирующее положение. Поэтому та динамика, которая там прослеживается, мы за ней внимательно очень наблюдаем, смотрим, и все-таки, если есть какие-то нарушения, конечно же, стараемся привести все это в порядок. Сергей Викторович, подводя итог 2019 года, вот что бы Вы хотели отметить конкретно по Вашему отделу? Ваши достижения, успехи и, возможно, поздравить наших телезрителей, в том числе, с наступающим Новым годом. Мы записываем в канун главного праздника в нашей стране эту программу. Ну, наверное, что касается достижений, это то, что у нас есть определенный внутренний рейтинг в самой антимонопольной службе. И, ну, как мы знаем, в каждом субъекте Российской Федерации есть территориальное управление. И вот мы каждый год готовим лучшие дела, которые вот у нас есть в управлении, и представим коллегам на суток, на обозрение, и они помогают нам выставить какой-то рейтинг наших территориальных управлений, в том числе и достижения. Так вот, что касается этого года, мы сделали так же, и вот дело, которое у нас было, связано с торговой сетью ОКЕЙ, очень необычное дело, наверное, скажем так, прецедентная практика, которая сложилась. Мы вот как раз предложили его на оценку наших коллег, надеемся, что вот оно займет достойное место среди всех лучших практик, которые могут быть. Это вот что касается нашего отдела. Ну, а что касается жителей Одинцов, конечно, хочется поздравить с наступающим Новым годом и пожелать как можно больше радости, счастья и снега. Самое главное, снежной зимы нам всем. Да, да, да. Спасибо, Сергей Викторович, за интересную беседу. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания.